Привет, это Рум Турист. Ну что, обложку видели? Читать умеете? Сегодня у нас Анна Семенович. Пойдем смотреть. Так, слушайте. Но несмотря на то, что у нас сегодня публичный гость, такая у нас героиня Анна Семенович, то я сегодня все равно разыграю комплект необычных обоев, который делает наша студия Wall Street, который я придумал 15 лет назад. Так что сегодня обязательно будет подарок. Я скажу где-то, может, в середине выпуска, может, к концу выпуска скажу, где он будет разыгран. Так что не переключайтесь, смотрите до конца, и пускай необычные обои сегодня будут ваши. Певица, актриса, фигуристка, да вообще хорошая девчонка на самом деле, Анна Семенович. Что представляться? Женщина, счастливая, с горящими глазами, живущая в своей прекрасной царской крепости. Вот, спустила косу, значит, из крепости, все, жду, когда жених поднимется. Есть кто дома? Есть дома кто, заходи. Памя, привет, ты меня ждешь? Привет, ну, жду, чуть с цветами. Ты думаешь, это кому? Ну, конечно, мне. Откуда ты знаешь? Спасибо. Потому что, а кому дарят цветы в этой квартире? Здесь живет только одна красивая женщина, и это я. Да, замечательно, выключаем. Спасибо. Ну, проходи, будешь гостем. Ты думаешь, я зачем пришел? Цветы поставим Ганешу сразу вот здесь. Это кто? Это Ганеш. Ганеш, это такой, знаешь, бог семьи, хорошего благополучия. Это у меня еще со старого ремонта остался он здесь, но, ты знаешь, я его не смогла заменить, поэтому я вот его поставила здесь при входе. Кого-то я его очень люблю, загадываю желания здесь. Они всегда сбываются, можешь попробовать, кстати. Сколько надо тереть его? Ну, минуты две, давай, загадал. Так, все, перематывайте, друзья. Все сбылось. Отлично. Давай начнем с коридора, потому что у меня здесь очень интересный серый шкаф, обрати внимание. Красивый, да. Вот это, на самом деле, мое произведение, потому что я безумно люблю серый мышиный цвет. А что значит твое? Ну, потому что я выбирала? Плайн-дизайн, это моя идея, так как я человек очень занятой, самой прям полностью разрабатывать дизайн у меня не было возможности и времени, да и желания. Честно говоря, есть люди, которые любят копошиться вот в этом всем, выбирать шторы, полы. Для меня это просто хуже времяпровождение в своей жизни придумать я не могу. Вот, поэтому мне помогал дизайнер. Просто я пришла, рассказала свои мысли, чтобы я хотела видеть, в каких цветах, в каких тонах, из каких материалов. И мне все сделали по моему заказу. А вообще ты любишь лимон делать? Нет, терпеть не могу, ненавижу вообще, все это меня раздражает. Бытовуха вообще не моя история. Так что вот это вот эти вот прекрасный шкаф, который я придумала серого цвета. Где у меня хранится различная верхняя одежда. Всякая-всякая. Ну слушай, у тебя здесь немало места-то? Ну вообще нет, да, квартира большая, слава богу. И еще три гардероба наверняка. Еще гардеробная, еще гардеробная вот здесь у меня, между прочим. Это первая гардеробная, которую тоже я спланировала здесь. У меня сейчас это стирка. А, у тебя здесь и стирка тоже происходит? Здесь стирка, да, сразу постирочная. Здесь у меня обувная гардеробная. Вот тут гардеробная и чемоданная. Здесь только обувь? Тут слишком грамотно сделано обувь и чемоданы. Потому что обувь, это как бы все равно ты пришел, и сразу надо их снять, обувь не тащить ее, я не помню, как, знаешь, там где-то там в домах люди приходят и прям в обуви проходят на кухню, в спальню, я так не люблю, я все сняла здесь, всю грязь оставила на входе, и чистенькая пошла, в общем-то, дальше в квартиру, поэтому тут чемоданы, которые, естественно, с которыми я летаю на гастроли, в общем-то, дорога, дело нечистое, скажем так, вот. И вся обувь концертная такая, вот летняя, зимняя убирается на антресоли, летняя достается, потом меняется сезон, меняется обувь. А, то есть оно сейчас не все? Нет, это только лето, а лето-весна, вот так как-то, да. Слушай, Аня, а удобно так, когда вот постирочные сразу здесь в гардеробе? Ну, конечно, это удобно, да, потому что, мне кажется, здесь есть место, по крайней мере, понимаешь, когда приходит помощница по дому, она тут это все делает, а я этого не слышу, потому что я нахожусь там, и меня это не мешает. Вот, кстати, да, дверь, когда была закрыта, не было слышно? Не было слышно, конечно, слышно только, когда дверь открыта. Так что вот, вот такая здесь стеклянная дверь, которая еще служит зеркалом. О, кстати, тоже удобно, да? Да, служит зеркалом, вот, и такой коридор, если кто-то приходит, какие-то там что-то, вот тут может посидеть, меня подождать, пообщаться со мной, если я захочу. Правильно, я захочу. Так, ну, все, мы идем дальше? Да, ну, да. Тут коридор, как бы такой длинный, это шкаф тоже я придумывала сама под книги, потому что мама мне оставила в наследство какие-то такие книги еще из Советского Союза, которые, помнишь, за которые раньше наши родители переплачивали, да, огромные деньги. Ну, я вообще, я очень, на самом деле, люблю читать, у меня тут вся вот литература, практически всю ее прочитала, много психологии, вот, так что... Смотри, у тебя даже не все здесь влезают. Не все влезают, я уже тогда запихиваю туда, сдать уже как могу, потому что уже все не влезает, тут мои награды какие-то, которые... Звезда дорожного радио. Да, вот, между прочим, кубок сейчас фигурного катания, это тоже из Италии, это вообще какой-то год вообще, где-то, ну, шестой год, вот, смотри, какой-то... Ты сразу их на входе, да, чтобы сразу входящий... Нет, у меня там еще есть много кубков, да, просто они все тоже не влезают, Никуда, я вот их так расставляю по квартире. Это у меня гостевой туалет. А это что за тайные двери? Ага, тут я пытаю своих любовников. Это гостевой вот туалет, душ, тут вот люди приходят и делают свои дела, вот. Слушай, а сейчас мы выходим, наверное, это гостиная. Это такая зона гостиная, кухня, как студия, вот, здесь вот у меня зона моих тоже наград, вот, у меня даже есть благодарственное письмо от президента Российской Федерации, между прочим. Ого, а за что она тебя благодарила? Да, потому что я, как говорится, сделала много хорошего в сфере музыки. А можно я посмотрю? Да, пожалуйста. Нет, я тебе верю, да, мне просто интересно, как это выглядит. Вот, вот так. Только из моих рук. Да-да-да, нет, ну что, я даже не буду дышать сюда, в эту сторону. Приведение комплекса праздничных мероприятий, та-та-та-та-та. Вот так вот, Владимир Владимирович Путин. Точно, да, никто-то. Да. Да, вот. А здесь ты концерты устроишь? Здесь я раньше занималась вокалом дома, ко мне приезжала учительница по вокалу, и вот это вот пианино, оно использовалось для уроков вокала. Сейчас она сделала свою школу, недалеко от моего дома. Тебе приходишь туда ездить? Поэтому я езжу, мне это комфортнее, на самом деле, я езжу туда, потому что там как-то все подраз... Дома трудно заниматься, себя заставить. Дома это такое для меня место, где я отдыхаю, да, на самом деле. Это мой аквариум, известный, который во всех соцсетях я показываю. Вот это мои рыбы. Значит, у меня тут были раньше другие рыбы, большие, но они у меня выпрыгивали, одна рыба, аравана у меня жила. Она была сначала вот такусенькая. Он говорит, ой, это такая хорошая рыба, она приносит удачу в дом, деньги, все пироги, все дела. Я такая, ой, ой, как хорошо, давайте еще, может быть, одну. Он говорит, нет, она вырастет. Я говорю, ну как она вырастет? Она говорит, ну немножко. Через год эта аравана превратилась просто вот в такую колбасу, вот такого размера. Вот такая вот просто жирная, бедная, она тут просто не могла развернуться. Ей было тесно, ты представляешь? А тут наверху есть крышка, вот потрогай рукой, есть крышка. Я уехала в Питер на гастроли. Мне звонит помощница по дому. Я должна была завтра прилететь, а она там пришла накануне прибраться. Она говорит, Аня, что произошло, что произошло? Короче, это аравана. Видимо, ночью выпрыгнула из аквариума. Это что? Выбила вот эту крышку. Посмотрите, какая она мощная была. Упала на мраморный пол, вот сюда просто. Бедная билась, тут билась. И вот там вот померла, бедолага. Какой ужас. Я в ужасе. Я, значит, в слезах. Я говорю, как она могла так поступить? А, тебе жалко было ее, да? Ну, конечно, я уже... У нее было имя, Марусь ее звали. Я уже любила. Я не понимала, мальчик или это девочка. Никто не мог понять. Ну, Маруська у меня тут жила, такая сладкая. В общем, я кормила креветками, червяками. Но, кстати, вот эта Маруська покончила жизнь самоубийством и здесь померла. Я приезжаю, вот такой, знаешь, рыбный запах в квартире. Что-то, может быть, пару дней тут помирала. Никто же не знает, бедная Маруська, понимаешь, что тут с ней было. Ну, короче, в общем, такая была грустная история. И когда я перенесла сюда аквариум, я сказала, это рыбаку. Я говорю, слышь, чувак. Больше так не делай. Больше так не делай. Я ему звоню, главное говорю, алло, Александр, вы представляете, какой ужас. Моя арабана выпрыгнула, умерла. Он так спокойно, да, и? Я говорю, так она, наверное, мучилась. Я говорю, как вам, вам что, зачем вы мне ее принесли? Как вам не жалко? Я такая на него возмущенная. Он говорит, да ладно, что она головой об урамор ударилась и сразу сдохла. Я говорю, как, Александр? Она допрыгала, говорю, на кухне отсюда. Он говорит, ну, она билась головой, не переживайте. Они такие тупые, они ничего не понимают. Я такая в ужасе. Александр, вы такой жестокий, ужасный мужчина, вообще все. Так, а сейчас родители, пожалуйста, приведите к экранам детей. А если вы сами дети, то срочно позовите родителей. Эта информация для вас. И для тех, и для других. Взрослые, вот вы наверняка задумывались о том, как удобно было бы контролировать финансы ваших детей. А вам, дети, скорее всего, было бы интересно самим разобраться в мире финансов. У меня вот прямо сейчас в кармане решение сразу для двух этих задач. Дебетовая карта Тинькофф Джуниор. С ее помощью вы можете в любой момент пополнить карту своего ребенка с вашей карты Тинькофф Блэк. Это быстро и абсолютно бесплатно. Какие еще преимущества у этой карты? Если ваш ребенок, к примеру, потеряет эту карту, не волнуйтесь. Вы можете заморозить деньги на ней и сохранить их. В приложении доступны курсы по финансовой грамотности специально для детей. Так что вы можете анализировать траты и вместе разбираться в первых финансовых вопросах. Детский счет отображается у взрослых в приложении. И вы можете даже устанавливать лимиты на детскую карту, чтобы ваш ребенок не тратил лишние деньги. Но эта карта не только про контроли и ограничения. У Тинькофф Джуниор есть замечательная программа накоплений. Ваш ребенок может создать свой собственный счет-копилку в приложении. А я всегда за здоровое отношение к финансам. Думаете, ваш ребенок мечтает о гироскутере? Так давайте его мечту сделаем его финансовой целью. Тинькофф Банк уже 16 лет на рынке финансовых услуг. Это системно значимый банк страны. И уже более 30 миллионов человек уже пользуются его услугами. Так что не теряйте время, друзья. Переходите по ссылке в описании и оформляйте карту Тинькофф Джуниор. Так она станет вашей общей темой с вашим ребенком. И помните, друзья, финансовая грамотность – это залог финансового благополучия. Это вот такая, видишь, зона очень удобная. Как студия, я вся хотела квартиру. Студия у меня там дальше в другая зона, я тебе покажу. И тут, значит, ну как бы… А сколько она, кстати, по площади? 160 с чем-то. Слушайте, ну для тебя это много? Ну для меня это нормально. Ну хватает или наоборот надо? Хватает. Знаешь, вот прям хватает тетелька в тетельку, но для меня как бы одной. Потому что если везде была еще семья, например, там, муж, дети, конечно, было бы мало места. Ну потому что я вот не представляю, куда их тут заселить. Куда их заселить тут? Так, друзья мои, те, кто смотрит RoomTourist уже давным-давно, а скоро два года. А, вру, уже есть два года. Больше чем на двух лет. Знают, в общем, что… Я для чего начал ходить в гости к разным людям? Для того, чтобы находить идеи и сделать классный ремонт у себя в тауне. А те, кто смотрит недавно, RoomTourist, знают, что ремонт в тауне уже финалится. И, казалось бы, а зачем ходить в гости, зачем идеи-то собирать? Но сегодня у нас другой случай. Сами понимаете, что, Каня Семенович, я бы пошел, даже если бы никаких идей собирать не надо было. Ну, понятно, что интересно. И интересно не только потому, что Аня Звезда, понятно. А еще и потому, что обычно у ярких людей очень классные интерьеры. Потому что люди внимательно очень к этому относятся и не делают АБК. Кухня. Ты здесь бываешь? Да, я здесь бываю. Я здесь завтракаю. Вот. Такая, она вечно… Она такая пеналом вытянутая. И у меня нет большого стола обеденного. Он тебе не нужен или… Он мне просто не нужен, потому что в силу того, что я на кухне только на самом деле завтракаю. Я практически крайне редко здесь нахожусь. То есть я вот пью кофе, завтракаю, что-то себе тут готовлю. И вот у меня тут для троих людей еще есть такая табуреточка там, она на балконе. Вот если кто-то приходит, так вот два человека тут завтракают, и кто-то еще третий приходит. Тоже завтракаем или ужинаем. В общем, проводим какое-то время. Но в основном, конечно, если приходят какие-то там гости или друзья, то мы находимся в зоне дивана. То есть, по сути, тебе большая кухня-то не очень-то и нужна. Да, а что у меня тут 20 детей, которые надо туда доночек кашеварить. Слушай, я себе там яйцо с утра сварила или там какой-то бутерброд-сэндвич сделала, там ягоды помыла. И, в общем-то, и все, и ушла. Слушай, Ваня, ну выглядит, я не знаю, как бы вот с камеры видно, что она такая, ну, очень длинная. Она длинная, да, но она не широкая. То есть, видишь, она узкая, она такая немножко вытянутая. Ну, это очень классно, потому что здесь как бы тоже такая отдельная зона. И мне очень нравится планировка этой квартиры, потому что она действительно очень грамотно продумана. То есть, вот тут все, ты сейчас поймешь, тут все для меня сделано так, чтобы мне было удобно и комфортно. Вот это вот мой стеллаж, смотри. Тут все награды? Тут не все, тут вот награды, чемпионат России, второе место, серебряная медаль. 2000-й за фигурную катанию, да? Да, 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 это какой? 2000-й, по-моему, год, да, вот осталось. Это звезд дорожного радио, 2019-й год, это золотой граммофон, который я получила в этом году, в 2022-й год. А, это совсем свежий. Свежий, вот, да, вот в этом году, в ноябре, в этом, в прошлом, вернее, ну, вот под Новый год, да, я его получила. Вот, дипломы, мюзикбокс за что-то мне там, я уже не помню, вряд ли, 30 года, 30 года, да, 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 дорожное радио, в общем, такой новый стеллажик, это мне ребята, кстати, это русские дизайнеры, Рома Амули. То есть ему не 7 лет? Нет, вот он совсем свеженький, ему даже, по-моему, полгода нету еще. А раньше у тебя что здесь было? На заказ, вот тут был аквариум. А, как раз он здесь и стоял, да? Как раз вот здесь был аквариум, была идея такая, что, когда, вот смотри, вот заходишь, когда, и сразу видно, что происходит на диване, а мало ли что может происходить. Ага. Поэтому здесь стоял аквариум, который отзонировал, как бы, зону входа от зоны релакса и дивана. Ну и вообще гости сначала видят аквариум. Да, ну и как бы, а сейчас они видят сразу мои награды, в общем-то, и как-то не видно, что происходит на диване. Он тебе больше так нравится или как было? Мне больше нравится так, потому что как-то больше воздуха стало. Аквариум, он такой был, знаешь, прям такой, такая стена, прям, он так сейчас туда встал, как он красиво туда встал. Вот это вот мой диван, любимый. Да? Я его очень люблю, да, на самом деле. А чем он тебе нравится? Ты знаешь, во-первых, он очень крутой, итальянский диван, Альберт Штейн, такая известная достаточно фирма, они производят потрясающие мягкие диваны. Ему, кстати, лето уже, наверное... Вот сколько ремонтов? Нет, побольше, наверное, года на полтора больше, нежели я его, а потому что я переделала обивку, я перебила его. То есть я не стала покупать себе сюда новый диван, просто он так здесь круто стоит, он реально настолько удобный, он, у него, он принимает форму тела. Садись, конечно, когда садишься, он принимает форму тела, понимаешь? Слушай, ну здесь сразу можно уснуть. Да, он принимает форму тела, я тут, в общем-то, валяюсь, смотрю телевизор, и я посмотрела тогда, когда делала ремонт диваны, он очень достаточно, ну, дорогой по цене, я уже не помню, сколько из него отдавал, но что-то много из него отдавала, и я подумала, покупать сейчас такой же или какой-то более дешевый смысл. Я просто взяла, не хотела расставаться. Обивку, да, вот видишь, он так, знаешь, он был серый, а сейчас опять хочу, чтобы он серый стал, опять хочу его перевезнуть. Серьезно? Да, надоело, ну, чуть-чуть надоело. То есть в следующем ремонте тоже он у тебя будет. Да, я его люблю, да, но, по крайней мере, я его пока менять не хочу, но потому что мне он правда очень нравится. Эта картина, это такая фотография, это Иордания, 2010 год. Красивый, да? Да, очень там, вверх, потрясающий в этой Иордании, просто нереально красиво, а фотографом был Вите Широков, в общем, мой хороший друг, и вот он мне на день рождения поверил такую красивую картину, я вот ее повесила, и она прям так вошла с диваном, смотри, с диваном просто слилась в декор, что вот, ну, как-то все приходят, и мне очень нравится настроение этой картины, какой-то такой спокойная, классная. Классно, да, для гостей, да, и мне прямо, она по кайфу, я вот ее здесь оставила. Хочу, чтобы вы обратили внимание, значит, дорожка, а тут там, да-дам, виннышка, то есть, значит, позанимался, и сразу сюда, позанимался, да, походил чуть-чуть, сейчас я чуть-чуть пройдусь, и сразу можно нырять за винишком, значит, как, типа, ну, я же потренировалась, какая я могу. Молодец, все, теперь я могу, и, как говорится, честь знать, и букву. Ты, правда, сейчас пойдешь куда-то, да? Ну, чуть-чуть пройдусь, еще 3 минуты. Да, а чего нет, да. Ты пока выбирай винишко. Да, да. Выбирай винишко. Слушай, ну, правда, он не пустой, если что, если не видно, да. Нет, там много венца, в общем, вот так я тут, на самом деле, я тут занимаюсь, если честно, мне очень нравится. А, тебе, ты специально это место выбрал, да? Я сначала думал, что просто куда пришлось. Нет, 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 почему, объясню, почему это место, потому что, во-первых, телевизор, я включаю какое-нибудь там кино или какую-нибудь музычку. А, кстати, удобно, да. Да, иду и смотрю, там, телек что-нибудь смотрю или в работу, но так как я сама профессиональный тренер по образованию, мне, в принципе, дорожки достаточно для того, чтобы заниматься. Это как человек, который 18 лет профессионально занимался спортом, это качалку, все, я не люблю, вот кардио, чуть-чуточку пройтись. То есть этого достаточно, да? Да, разогнать метаболизм, этого достаточно, дорожка профессиональная. Когда я покупала ее, мне подружка ее заказывала, она у меня работает управляющая в фитнесе, я говорю, Оль, помоги мне, мне нужна дорожка. Выбрать? Да, прям, чтобы крутая, она была такая, я люблю, чтобы она устойчивая была, не просто какие-то такие дорожки, знаешь, домашние, это прям настоящая дорожка из такая прям профессиональная, такие в фитнесах стоят. И она мне говорит, ну вот давай вот эту возьмем, она типа цена-качество, все супер. Она говорит, зачем тебе нужна? Ты же будешь тут, говорю, вешать халат, у меня гардеробная для этого есть, я буду заниматься, и я на самом деле здесь занимаюсь, поэтому я собой горжусь. В моей квартире мне просто все очень нравится, я, правда, боюсь заходить на балкон, потому что там очень много хлама, каких-то вас, которые используются, там, на какие-то праздники, когда надаривают килограммы цветов, вот, какие-то там тут эти стульчики стоят, какие-то там мешочки с чем-то, в общем, я там не очень разбираюсь, поэтому на балкон захожу редко. Ну что, вот пошли сюда. Это мы уже в приватную часть. Это уже приватная, вот закрывается дверь, если кто-то там гости еще буянит и выпивают, и сидят в винном шкафу, роются, то они остаются там. Анна Григорьевна идет в опочивальню отдыхать. Ну, в общем, это такой, видишь, предбанничек. Здесь я, кстати, часто вот сижу, иногда, когда, правда, кто-то там приходит, знаешь, там, команда моя, я тут приду, могу поговорить по телефону, это такая моя зона, такая девчачья. Видишь, тут совершенно другой стиль, то есть тут вот как бы все такое очень нежное, потому что всех думают, что я очень сильная и такая мощная, просто у меня такой циничный юмор. Многие думают, что я стерва, на самом деле, очень добрая. Просто у меня реально циничный юмор такой, знаешь, такой юмор у врачей. Да, 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 кстати, похоже, да. Да, у врачей, и вот у меня почему-то, я не знаю почему, но я так люблю, знаешь, похохотать просто, я веселый, позитивный человек. А тут у меня такое, знаешь, вот мое, прям вот какая я есть, на самом деле, такая теплая, мягкая, добрая, цветы. Здесь даже отличается по стилистике. Вообще, абсолютно отличается, это совершенно другая. Вот здесь хочется прям расслабиться, знаешь, вот так расслабиться, тут такая зона вот приятная. Тут, в общем-то, я чилю, чилю иногда, и вот так вот сижу, болтаю с подружками, сплетничаю. Я, кстати, понял, Аня, почему ты говорила про планировку классную. Вот, видишь, кумно, продумано, здесь как бы отдельная зона, то есть там какая-то более официальная люди пришли, там, да, вот там сегодня у нас съемочная группа, много людей, вот люди пришли, они там остались, а мы с тобой сюда зашли. Сюда я вас с ней приглашаю, это моя ванная личная, просто она большая, вот так кусочек, кусочек, может быть, вам потом разрешу снять, так, общий план. Тут просто ванна, в которой я каждый день принимаю ванну, я каждый день принимаю ванну, сто лета метров, ну сколько, пятнадцатая, да? Очень я люблю свою ванну, просто обожаю вообще, каждый день провожу в ней как минимум час, то и полтора, обожаю диван, вот этот вот, и, конечно, свою спальню, мне там так хорошо спится, просто кайф. Ну, вот это вот моя спальня. О, а в спальню можно? В спальню можно, да, в спальню можно, в спальню я тоже переделывала, она у меня была другая, она у меня была с балдахином. А почему ты отказалась от балдахина? Устала просто, надоела, да. А почему, он мешает или что? Ты знаешь, ну просто как-то вот захотелось другого чего-то, всяко же хочется чего-то менять, да, и вот я решила ее переделать, вот-таки поменяла лампы, поменяла декор и поменяла красивые мятные шторы. Обрати внимание, какие у меня красивые мятные шторы. А через сколько тебе надоело? Вот, слушай, ну там в 15-м году, в конце закончился ремонт, ну сейчас в 16-м я тут начала жить, в 16-е, в 18-е, в 18-е, в 20-е, в 18-е, в 18-е. Ты говоришь, когда был декорин сняла, поменяла в 18-е? В 18-е, да, 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 вот где-то про полгода назад я поменяла, совсем недавно, да. Я поменяла как раз аквариум, поменяла все местами и чуть переделала спальню. То есть сейчас у тебя, можно считать, что обновленный уже? Обновленный чуток, да, обновленный. Вот у меня штора очень важная, у меня штора blackout полная. Да, ты любишь прям когда в темноте? Я прям в темноте сплю, потому что я верю в то, что женщины должны много спать, и женщины при этом тогда хорошо выглядят. Вот такое здесь очень удобное кресло. Я приобрела тоже, кстати, это Рума Амур, наши ребята, очень классные. Это у нас, да, делают? Наши, да, наши ребята делают по итальянской технологии. Это наши девочки, кстати, тоже дизайнеры российские мне делали вот эти классные шторы. Ткань потрясающая, смотри, какая ткань крутая, такая плотная, такая прямо цвет такой мятный, смотри, такой спокойный, и он прям вот для сна. И вот так вот, если ты хочешь там, чтобы было посветло, ты их открываешь, я их на ночь закрываю, закрываю дверь, у меня тут тишина. Ничего не слышно здесь, да? Вообще очень крутой стеклопакет, смотри, какая тишина. А почему так вот, как это сделать? Ну, стеклопакет хороший просто, да, дорогой. А, допустим, оттуда, вот с гостиной слышно? Нет, вообще ничего не слышно. А там кто-нибудь как в Брункере? Ну нет, так, у меня орущих-то смех. Орущих мы тут не держим, только подчиняющихся мне. Это опять я шучу, вы не думаете. Сейчас уже люди такие, что-то она тут связывает мужчин и лупит их плеткой. Нет! В конце выпуска покажем, да? Да, в конце выпуска покажем. Это просто мой морок. На самом деле, да, поэтому здесь как-то очень комфортно, уютно и как-то тепло. У меня тут нет никакого шкафа, знаешь, для постельного белья или еще для чего-то. Это у меня массажный стол, ко мне приходит массажист, сегодня, кстати, с утра была, я выдвигаю его и вот тут, значит, массируюсь и, в общем-то... То есть тебе проще все дома делать, да? Я его не разбираю. Ты знаешь, я иногда делаю дома, потому что я дома занимаюсь, я позанималась спортом. А, потом сразу. Сделала массаж и сразу прыгнула в ванну солью, это занимает там часа три с утра по времени, но зато я там после обеда, я всегда назначаю себе все встречи, все съемки. Только после обеда, да? Только после обеда, если мне кто-то звонит и говорит, надо прийти в 10 утра, я говорю... Спасибо, до свидания. Больше не знаю. В 2 может быть, но не в 10. Вот, поэтому у меня вот эта вот штучка, она здесь не разбирается, это хороший тоже такой массажный стол, такой, видишь, тут допрямый, крепенький такой, да. Ну, в общем, вот так вот. Так, слушайте, я тут почти в каждом выпуске Рум Туриста рассказываю вам про необычные обои, которые производятся в нашей фабрике Wall Street. Но оказалось, что у многих зрителей есть вопрос, а для чего нужны такие обои? Чем они отличаются от обычных обоев, которые продаются в магазинах? Отвечаю. Необычные обои Wall Street это такие обои, которые нужны для акцентных стен. Кстати, друзья, а вы вообще знаете, что такое акцентная стена? Алиса, что такое акцентная стена? Так, а давайте теперь спросим профессионалов, что они скажут? Если вы рассматриваете пространство целиком, то акцентная стена это будет та точка притяжения, на которой вы дадите какой-то смысл. Вы сфокусируете внимание этого смотрящего человека именно в этой точке. И вы решаете, какие эмоции вы хотите в нем этим фокусом проявить. Такой яркий элемент, на фоне которого существует и проходит сценарий жизни хозяев. Акцентная стена для меня это какой-то энергетический центр, который работает, когда ты переводишь на него взгляд. Ты смотришь на что-то, это для тебя необычно, непривычно. И твой мозг начинает работать по-другому, генерировать новые энергии, генерировать новые идеи в другом направлении. И так возникают перемены к лучшему. Акцентная стена это прежде всего какая-то доминанта помещения, которое занимает достаточно большую площадь либо пространства, либо внимания. И как бы объединяет с собой общее настроение и общую концепцию комнаты. Ну что, теперь понятно? А как правильно выбрать обои и как сделать с ними красивую акцентную стену, я вам расскажу в следующих выпусках. А если вам не терпится узнать прямо сейчас, то переходите по ссылке в описании и посмотрите еще больше примеров интерьеров с акцентными стенами. Вам сейчас даже не буду рассказывать, я просто покажу. Вот акцентная стена, на которой висит красивая женщина. Для меня это акцентная стена. Когда чисто, знаешь, как ты у человека в квартире, то так как ты на душе чисто. Тебя раздражает? Раздражает, да. Раздражает, я все перелат-пас перекладываю. Я не могу сказать, что я сумасшедшая. Я прихожу к людям в гости, ну каждый по-разному. У кого много детей, понятно, что невозможно, чтобы там было чисто. Потому что у меня, понятно, нет детей, тут такая жива одна, знаешь, такая, все тут у меня как бы чисто и хорошо, понятно. Но я просто всегда была приучена мамой с детства. У меня их брат, кстати, чистюля. Это все-таки от родителей. Как ребенку приучишь? Да, вот у нас приучено было дома чисто. И вот как-то вот я даже брезгую, когда приходишь в квартиру к людям, где грязно. Я так немножко, знаешь, так, ой. А как тебя приучили? Тебя ругали? Не ругали, но просто мама своим примером показывала. Она убирала, да, она убирала квартиру, постоянно все было очень чисто, как бы и бабушка, и мама, вот очень чистоплотные женщины. И вот я тоже такая же. А тебе вот, знаешь, такой вопрос бывает как раз с людьми, которые убираются у тебя дома. Как подобрать это, потому что ты недовольна, может быть, тем, как у тебя убираются? Ну, подбираешь, смотришь, да, ищешь того человека, с которым тебе будет комфортно. Это как в команде. Так же, как и подобрать, там, не знаю, балетных девчонок себе в коллектив, да, когда ты ездишь с ними на гастроли, танцуешь постоянно, да, у нас же там все шоу, все дела. И так же ты подбираешь девочек в коллектив себе, так же подбираешь администраторов, то есть, ну, пробуешь, пробуешь, нравится, оставляешь, не нравится, меняешь, вот и все. Ну, вот дома, то есть, тебя раздражает то, как вот убираются люди или нет? Нет, ты знаешь, на самом деле, я, когда у меня убираются люди, я не остаюсь дома, я просто ухожу, как бы. А именно ты потом приходишь, здесь не так. А, нет, ну, я делаю замечание, прошу, чтобы в следующий раз было по-другому, просто говорю, вы знаете, вот давайте в следующий раз лучше вот так. Хорошо, то есть, как бы, ну, все, все, не ругаюсь, ничего, просто говорю, вот, если можно, вот тут не трогайте, а вот тут вот уберите, все. Слушайте, я же обещал рассказать, где сегодня будет раздача необычных обоев, которые делает наша студия Wall Street. Обещал, исполняю. Раздача будет происходить в моем телеграм-канале, который называется VictorViden, переходите по ссылке в описании, участвуйте, я прям хочу, чтобы именно вот ты выросла. кто играл, или, или ты, кто рядом с тобой сидит. Желаю удачи. Вот это вот моя... О, какой большой. Большой гардеробный... Да, большой гардеробный. Большой гардеробный шкаф. Ну, вот она, моя гардеробная комната. Здесь, конечно, много места. Это вообще была... Это вторичное жилье. Здесь была, на самом деле, детская комната. Да, здесь была детская комната. А у людей, у которых я покупала эту квартиру, я ее переделала под гардеробную. Вот, и как бы вот все, ну, большое количество концертных платьев, вот все видно, что они все концертные такие, блестящие, с хвостами, с шлейфами, вот такие штучки много всяких разных. Ты специально делаешь на виду, да, чтобы у тебя не закрытый гардероб, это вот осознанно. Ну, это для меня, потому что я прихожу, захожу и, как бы, представляешь, я вот так раз глазом окинула, все так, что я сегодня хочу надеть, например, там, какая погода. Потому что, когда ты открываешь, когда так много вещей, ты даже забываешь, что у тебя есть. Ну, конечно, да. Да, так я зашла, посмотрела, например, там, я там, не надо, как-то съемка, я так, ого, вот там, я сейчас еду на Славянский базар, например, да, на фестиваль такая, раз, ого. Так, какое платье, какая там сцена, вот, вот такое, вот это вот я беру, а вот это не подходит, а вот это вот подходит, все, я собрала и полетела. Не, ну, просто некоторые люди такие, что пылиться, вот это вот все. Не, ну, а что тут пылиться, во-первых, у меня система кондиционирования очень крутая, я практически не открываю окна, тут нету пыли, потому что у меня угольные фильтры, и у меня здесь экологичная очень атмосфера. А ты это делала, это было в этой квартире? Это было, нет, это я делала сама уже, да, я делала хорошую, дорогую систему, потому что считаю, что все-таки надо дышать хорошим воздухом. У меня климат-контроль, как в машине, там, ставишь 22 градуса, и во всей квартире 22 градуса. Слушай, я еще вначале обратил внимание на это, думаю, ну, что я буду тебя спрашивать, технические какие-то особенности. Да, это климат-контроль, то есть, это такой, знаешь, как в машине, 22 градуса ставишь, и в квартире 22 градуса. Хочешь похолоднее, пожалуйста. Как-то прям внимательно относишься, да? Да, в каждой комнате, ну, вот у меня пульт управления, как в отелях, ну, как в отелях, знаешь, как в отелях, вот в отеле вот приходишь, выставляешь себе в номере, там, какой-то, там, вот, 23 сейчас, 22,5, я делаю, аж попрохладнее было, посвежее, и все. Здесь вот такая температура, я окна вообще практически здесь не открываю, я иногда открываю окно в спальню, потому что там после сна, чтобы проветрить, да, чуть-чуть, и все, и как бы, а так, в основном, у меня все закрыты окна. Слушай, ну, это же такая достаточно дорогая система, да? Это было недешево, да, но ты знаешь, когда я делала этот ремонт, это будет такой же, как все-таки это моя квартира, это капитал, потому что я когда приехала, я ремонт не делала, я сделала косметику, тогда не было денег, потому что там я потратила все на эту квартиру, там, не я, но, не важно, много стоила квартира, и тогда не было денег на ремонт, скажем так, и просто вот все как было, я так и оставила, то есть люди просто забрали мебель, я какую-то мебель там подкупила, и то первое время у меня было дивана, я там год жила без дивана, была только кровать, и тут был какой-то шкаф, я слезно умолила оставить мне шкаф, потому что когда-то вещи надо было, там, заплатила мне какие-то деньги за этот шкаф, потому что он был как-то встроен сюда, какой-то угловой, они бы тоже хотели забрать, но в итоге они мне его оставили, он был такой, знаешь, угловой, большой, зеркальный шкаф, знаешь, такой немножко, ну, такой ремонт, такой, ну, такой ремонт, такой, тот тех времен вот я их умолила они оставили мне этот шкаф и вешались та вещей где-то год не было ремонта потом я потихонечку обжилась уже в этой квартире ну так значит это было такое как лишь как заплатки я называю тут я что-то там подвела тут я что-то там подкупил вообще такого общего стиля даже не было и ко мне как-то приехала подруга в гости такой слушай ну нет квартира классная видно что большая дорогая хороший дом хороший район ну блин надо конечно делать ремонтом что звезда не может жить в таком хаосе у тебя вообще непонятно что у тебя за себя уговорили надо такая что у тебя за стиль а это уже привыкла знаешь я свыклась я такая думаю нормальный что стиль говорю вот что тут все а и ты знаешь я тебе хочу сказать как-то я помню приехала домой и такая прям раз так оглядываю квартиру думаю правда надо делать ремонт а для собраться на ремонт это было все очень сложно не люблю да прям для меня это прям проблема была то что уже было все обжито это все на блока то забирать вывозить это прям целая эпопея я такая думаю нет анька давай соберись пожалуйста вот прям надо сделать и потом живи прям сделай качественно добротные поэтому я делала очень качественно и добротно дорого но добротно потому что я понимала что я такая лентяйка и делать ну такая бытовая лентяйка скажем и делать либо ремонт там через пять-семь лет я точно не соберусь думаю тут лет пятнадцать буду в этом ремонте жить вот ну и как бы в общем то вот и живу скажем так слушайте а если вы предыдущий выпуск не внимательно смотрели то вы можете и не знаете еще что мы запустили еще один youtube проект который перерастет в новые дизайн-студия где мы обновляем квартиру вот просто любых обычных людей но сегодня у меня возникла идея они предложить ли нам они обновить интерьер в ее квартире давайте попробуем сделать точно классные так же друзья переходите по ссылке в описании переходите на проект разрули мой хаос и увидите как мы сделали квартиру новый проект для на семенович если бы сейчас вот я делала я бы знаешь что сделал я бы вот здесь не делала вот этот вот стол потому что но в принципе он не нужен его можно было там не за посередине какой-то здесь сделать такой отдельно как остров так а здесь бы я сделала диван небольшой диван который можно разложить чтобы если кто-то допустим приехал за ночевать можно было оставить например там брат иногда ко мне там с женой приезжают тут диване раскладывается в гостиной у его на нем можно спать у меня ну да нет там снимаются подушки на самом деле вдвоем тоже комфортно но там очень светло ну и как бы знаешь ну гостиная ты не так уютно потому я там например рано просыпать мне там спит брат да ходишь а здесь вот если бы сделать такой не просто такой небольшой диванчик который раскладывается ты раз остров чуть чуть дальше туда может поставить раз вот так вот человек может лечь и спокойно спать постелила человек спит зашел кстати правда ведь у тебя получается 160 метров до одно спальное место дальнее место я делаю квартиру для себя как бы то есть я не планировалось что там приводить мужа или тут заводите детей то есть спать в разных местах да да или спать в разных местах все как бы сделано такое наш для куды такая девчачья квартира которая вот ну такая прям женская то есть тут как бы это не семейное жилье если почти было семейное жилье нежели будет было бы детская гардеробная наверно было бы здесь в коридоре как-то сделано может быть кусок детской был бы в гардеробную да как-то оприходовым скажем так они скажи тогда еще вот про недостатки квартире какие вот чтобы ты переделал ну вот я бы переделала на это место на самом деле а так все остальное все остальное мне нравится я всем довольна в интерьере пока наверное я ничего не поменяла может быть немножечко обновила гостиную комнату чуть-чуть убрала зеркала потому что они немножко уже мне кажется устарели а так в общем то меня все устраивает может быть эти рамочки бы еще обновила место вензеля сделала более монохромную такую историю а так в принципе мне все устраивает понял секрет короче все для меня и и , и и Субтитры сделал DimaTorzok